Я знаю, что у вас уже проходили мероприятия, посвященные Челнеградской битве, их было много, вы уже встречались с ветеранами, у вас уже проходили викторины, поэтому мы сегодня не будем разговаривать с вами в целом о ходе битвы. Итак, мы возьмем всего лишь небольшую грань этой битвы, которая будет касаться участия дальневосточных войск, именно дальневосточных, наших с вами земляков, в этой битве. Можно следующий слайд? Видно хорошо? Не очень. Достаточно хорошо? Нормально. Итак, перед нами карта Сталинградской битвы. Это план оборонительных сражений Сталинграда. Июль-Ноябрь 1922 года. Значит, к началу боев, это 17 июля, на Сталинградском оперативном направлении сложилась очень сложная ситуация. Противник превосходил нас, солдат, в 1,7 раза, в танках и в артиллерии в 1,3 раза и в самолетах более чем в 2 раза. В этих условиях Ставка Верховного главнокомандования принимает решение о том, чтобы подтягивать новые войска к Сталинграду из глубокого тыла, и в том числе с Дальнего Востока. И вот, собственно, Дальневосточных войсков, наша лейция. Воины-дальневосточники Сталинградской битвы. За Волгой для нас земли нет. Это общий девиз, не только для невосточников, это общий девиз солдат, сражавшихся под Сталинградом. Итак, в Дальнего Востока в июле 1942 года под Сталинград ушло 8 стрелковых дивизий. Вот мы их видим здесь. Обо всех о них говорить мы сегодня не будем. Я выбрал всего 3, по разным причинам, о них я расскажу. Итак, в среднем, чтобы понимать масштабы и вклад Дальневосточников в события под Сталинградом, нужно, наверное, обозначить примерно численность одной, ну, среднюю численность дивизий. Итак, средняя численность дивизий в военное время от 12 до 15 тысяч человек. Ну, хотя до, это оговорка условная, могло быть и больше. Таким образом, 8 стрелковых дивизий, это более 100 тысяч наших земляков, которые отправились только в июле под Сталинград. Подготовка дальневосточных войск началась еще в 1941 году. В это время войсками Дальневосточного фронта командовал генерал армии Абонасин. Вот у нас есть его портрет. Вот, годы жизни его, 1890-й, 43-й. Дело в том, что в 43-м году, после многочисленных рапортов, он был отправлен на фронт, в действующую армию. И 5 августа 1943 года, в боях под Белгорода, он был смертельно ранен. Вот, и в общем, в 43-м году он погиб. Но вернемся к нашим дальневосточным дивизиям. Итак, подготовка, в ходе подготовки дальневосточных войск. У нас, кстати, есть вот такая вот эксклюзивная фотография. Вот, пожалуй, единственная фотография, которую можно найти в общем доступе, которая иллюстрирует именно процесс подготовки дальневосточных. Здесь именно бойцы дальневосточных изображены. Итак, в ходе подготовки бойцы дальневосточных осваивали различные виды оружия. Это и стрелковое оружие, и не только. Осваивались оружия от пистолетов до ротных минометов. Кроме этого, осваивали еще дополнительные специальности. военные. Снайперы, террористы, военные водители и так далее. Отправка дальневосточных войск на фронт началась 10 июля 1942 года. И первой ушла вокруг из Амурской области 204-я стрелковая дивизия. В этот же день, 10 июля, в эшелоны погрузилась. И 205-я стрелковая дивизия, нам эта дивизия близка, наверное, более остальных, потому что это Хабаровская дивизия, она формировалась в гарнизоне «Красная речка». Тогда, сейчас все знают, да, это поселок Красная речка, это уже часть города Хабаровска, когда это был гарнизон «Красная речка». Эшелоны с дальневосточными войсками шли в пределах видимости. То есть отсюда можно сделать вывод о том, насколько плотным было движение, и можно сделать вывод о количестве войск, опять-таки, отправляемых на полу. Перерывок между составами и пределами. Ставушки в пределах видимости. Логически. То есть имуне понятно, что первой на пролог пришла 24-я стрелковая дивизия. Она разгрузилась 25 июля в районе станции... Сейчас, секундочку. В районе станции Орлов. Какая была боевая задача этой дивизии? Во-первых, она сразу поступила в состав 64-й армии Михаила Семеновича Шумилова, который должен был сдерживать наступающие войска 6-й полевой армии Пауруса. Конкретное место дислокации нашей 204-й дивизии – это столица Нижнечивых. И боевая задача дивизии заключалась в том, чтобы не пропустить войска противника на левый берег Ипичи. Вот здесь дальневосточники получили первое свое боевое крещение. Они столкнулись с двумя латеризированными пехотными соединениями 6-й армии Пауруса. И здесь завязались ожесточенные бои. И в конце июля, в начале августа, именно на этом рубеже дальневосточники стояли наступки. 9 августа для ликвидации прорыва 4-й армии Готов, это южное направление, войска 204-й стилуковой дивизии были переброшены в Восточье. И мы можем здесь увидеть, я на карте обозначил места изначально дислокации нашей дивизии, но это не видно на это, да? То есть я отметил, что здесь не Личевская. Вторым рубежом, на который была отправлена 204-й стилуковая дивизия, стал разъезд 74-й километр. Здесь бойцы создали мощную оборону. Два дня шли тяжелые бои, в ходе которых станция переходила из двух в двух. Конечно. Но дальневосточники удерживали эту станцию до 21 августа. Затем после... Простите, не до 21 августа, до 29 августа, до общего наступления противника. После чего их перебросили на средний сначала оборонительный обвод. Вот вы, наверное, помните, да, что такое обводы. Чтобы у Сталинграда создавались линии укреплений силами городских жильцов. И вот на среднем оборонительном обводе до 12 сентября наши земляки продолжали военные действия. После чего их перебросили в Сталинград и на южных окраинах города они убили врага. Вот здесь дивизия понесла новые потери. К слову сказать, средняя продолжительность жизни пехотинца в условиях городского боя составляла всего лишь 24 часа. И хотя наши историки говорят о том, что немецкая армия понесла там гораздо большие потери, чем мы, хотя общие потери в Сталинградском сражении примерно равны. Но между тем наших солдат гибло, на мой взгляд, не меньше. Город – это место, где существует очень много искусственных укрытий. И предсказать, за каким храмом, за какой руине пройся враг невозможно. Немножко, подводя итоги, нужно сказать, наверное, о боевых достижениях этой дивизии, этого подразделения. Итак, за полгода боев 204-я стрелковая дивизия уничтожила несколько тысяч солдат и офицеров противника. Для того, чтобы представить более наглядно эти цифры, сделано так, что в течение только летних боев и начала осени бойцы, дальневосточники, уничтожили более трех тысяч солдат. То есть, соответственно, за полгода было уничтожено около 6-7 тысяч немцев. Вот, было попито 227 танков. Вот, и примерно 6 тысяч солдат было взято в плен. То есть, фактически, потери противника в боях с 204-й стрелковой дивизией справились приблизительно в одну дивизию. Когда дивизия была выведена из строя. За выдающиеся достижения при выполнении боевых задач, за успешное выполнение поставленных боевых задач, 204-я стрелковая дивизия приказом ставки ВГК Верховного Главнокомандования 1 марта 1943 года была удостоена звания «Гвардейской». Это одно из наиболее почетных званий для любого армейского соединения. И она была переформирована в 78-ю гвардейскую стрелковую дивизию. И уже под этим номером, и в этом звании, она продолжила свой боевой путь. У нас здесь мелькал портрет руководителя, как жива, этого стрелкового подъезда. Это Александр Васильевич Скворцов. Вот о нем мы его помянули. Ну что ж, продолжая свой рассказ, я хотел бы остановиться именно на Хабаровской дивизии, на 205-й гвардейской дивизии. Чем примечательно это подразделение, почему я решил, что о нем обязательно нужно сказать. Во-первых, об этой дивизии заговорили совсем недавно. Если смотреть карты военных действий Сталинграда, то мне удалось найти всего две карты, на которых были бы обозначены позиции 205-й гвардейской дивизии. Если смотреть карты, предположим, которые печатались в советское время в учебниках, то на них эта дивизия вообще не значилась. Судьба этой дивизии трагична. Эта дивизия на практике столкнулась с приказом номер 227, печально известный. Вы, наверное, знаете, что это за приказ, да? Знаете кто-нибудь? Все знают, да. Это печально известный приказ, ни шагу назад. Ну, возможно, в тех условиях, в той ситуации, нужны были крайние меры, может быть, иначе их нельзя было поступить. Но, тем не менее, руководствуясь этим приказом при выполнении боевой задачи своей, 205-я пироговая дивизия практически полностью погибла. Примерно 15 тысяч наших земляков остались лежать в малой очень много, потому что именно там происходили события только сейчас, когда мы будем искать. Итак, мы говорили, что эта дивизия ушла второй на фронт. Значит, в конце июля она прибыла к месту своей дисфоргации. Она выгрузилась в районе станции... Сейчас, секундочку. Можно я так? Да, всё, пошёл. Итак, в конце июля она выгрузилась в районе станции Качаево. До своих позиций обозначенных ей нужно было совершить 100-километровый матч бросов. И вот здесь, собственно, мы видим документальные кадры стрелковой дивизии, стрелковые подразделения на марш. То есть в данный момент эта дивизия совершает наши бросовки. Здесь, конечно, не воины дальневосточники, я просто отключил этот пример. Уже на марше дивизия была атакована противникам. И один из ветеранов Сталинградской битвы, боец 205-й стрелковой дивизии, так вспоминает об этих событиях. Он говорит, что... Начинался бомбовый удар. Вот прилетали бомбардировщики и начинались бомбардировки. Кроме бомб сбрасывали также листовки. То есть врат пытался деморализовать наши войска. Ну, содержание листовок было примерно следующее. Мы знаем, что вы с Дальнего Востока. Не сопротивляйтесь. Мы вас разобьём. 205-я дивизия поступила с самого начала в распоряжение 4-й танковой армии Василия Ключёнкина. Ей предстояло занять рубеж. Это пространство между двумя точками. Хутор Нижневниловский и хутор Бесковат. Это малая излучина сгона. И первоначальная боевая задача этой дивизии заключалась в том, чтобы закрепиться на левом берегу дрона и не допустить переправы противника. Нужно заметить, что берега здесь выступала в качестве естественной линии креплений, естественной линии защиты дополнительной. И 29-го июля наши бойцы прибыли на назначенный им рубеж. Они также здесь создали линию временных укреплений. И плюс ко всему происходило в этот период ещё до прогревания дивизии. Дело в том, что 15 тысяч бойцов было не так-то просто доставить в столь отдалённый район. То есть в то время, пока передовые соединения дивизии окапывались, тылы ещё подтягивались из тылов дополнительной части дивизии. То же самое, наверное, можно сказать и о 4-й армии Крючонки. То есть на момент начала боёв она тоже была недоукомплектована. И может быть поэтому, ну это, наверное, одна из основных причин, по которой она не справилась со своей боевой задачей. А Крючонкин должен ликвидировать прорыв 6-й боевой армии, чтобы мало и лучше не трогать. Вот здесь на карте, собственно, не тогда, мы уже слишком далеко убежали. Да, вот здесь карта. И, собственно, здесь изображён вот жёлтыми линиями. Я изобразил примерный путь следования, примерный боевой путь 205-й стрелковой дивизии. Если кто поближе сидит, наверное, так я убедил. Итак, первоначальная задача дивизии была изменена уже буквально через 2 дня. И её бросили в бой. Она должна была прикрывать левый планк 4-й танковой армии нашей советской. Для этой цели бойцы должны были переправиться на правый берег реки Дона. То есть они лишились этой естественной ливной защиты. И со 2 августа по 14 августа в ожесточённых боях дивизия несла большие потери. Но, несмотря на это, оборона сопровождалась контр-ударами наших войск. И постепенно, мы видим, 205-я стрелковая дивизия продвигалась на северо-запад. 15 августа начался очередной контр-удар 6-й армии Павруса. И Лесков вспоминает об этих событиях примерно так. Всё вокруг загудело. Шли немецкие танки и немецкие самолёты нависали над нашими головами. Наших было очень мало, наших войск. Практически сразу мы лишились командования и были перебои, всё в связи. О приказе ни шагу назад мы знаем и, честно говоря, боялись. Отступать было нельзя. Но когда немецкие танки выстроились в колонну, стало ясно, что наша дивизия и наш полк опротивлены и смяты. В этих условиях 17 августа Крюченкин принимает решение об отходе своего левого фланга на левый берег Третьей Дома. Наши земляки получили приказ стоять насмерть и удерживать противника. Прикрывая тем самым откупление основной части войск. 16-18 июля наши бойцы ещё сопротивлялись. Июля-августа наши бойцы ещё сопротивлялись. Лесков последующие события описывает следующим образом. «Кто как мы стали выходить из окружения, потому что наши дивизии, и не только дальневосточники, и ещё ряд дивизий оказались окружёнными немецкими войсками, но в котле они продолжали сопротивляться». Он писал, что «Кто как мы стали выбираться из окружения. Я и ещё несколько бойцов перебрались на левый берег реки, где нас окружили и разоружили свои части, свои же солдаты. Их передали войскам СМЕРШ, подразделениям СМЕРШ, где проводились допросы. У них выясняли, по каким причинам они оставили свои позиции и каким образом они выходили из окружения. В общем, если не описывать всего того, что пережил наш ветеран, можно, я просто коротко скажу, что фактически дальневосточников уцелевших чуть было не расстреляли, но в последний момент расстрельный приказ был обменён, и их распределили по другим стрелковым соединениям, где они продолжили участие в битве за Сталинград. В конце августа 1942 года 205-я первенковая дивизия прекратила своё существование. Приказом ставки ВГК, первенкового главнокомандования, она была расформирована и вычеркнута из боевых списков. Из 15 тысяч человек, которые составляли личный состав дивизии, на левый берег Дона, по разным данным, выбралось от 300 до 700 человек. Для того, чтобы не заканчивать на таком печальном аккорде, я расскажу вам о последней стрелковой дивизии, последней стрелковой субъемнии. Оно, на мой взгляд, примечательно тем, что это единственная дальневосточная дивизия, которая вернулась к месту своего формирования. Речь сейчас пойдёт о 422-й стрелковой дивизии. На Дальний Усток она вернулась уже как 81-я, Гвардейская, Красноградская, Краснознанённая ордена Суворова стрелковая дивизия. То есть она участвовала не только в Сталинградских соревнованиях, она продолжала свой боевой путь до самого завершения Великой Отечественной войны. И если мне память не изменяет, то она даже приняла участие в боевых войне с Хитомой. Вот эта дивизия была сформирована в посёлке Бекин. В неё вошли в основном Дальний Восточный. 30-го июля она завершила выгрузку в районе Сталинград и попала в состав 57-й армии Юго-Восточного округа. Вообще, нужно сказать, что эта дивизия, наверное, счастливо избежала участи предыдущей нашей героини. Дело в том, что изначально её тоже хотели отписать 4-й армию Ючёнкина, и её боевая задача была сходна с боевой задачей 205-й стрелковой дивизии. Но в последний момент боевое расписание изменилось, и дивизия попала в 57-ю армию. Она должна была занять станцию Генгута и сдерживать здесь наступление 4-й танковой армии города. И 8-го августа дивизия заняла предписанный ей удерживание. До 21-го августа здесь шли ожесточённые бои. 21-го августа произошёл прорыв на левом плане этой дивизии. 15-я вардейская круговая дивизия не сумела удержать оборону. Её оборона была порвана. И противник обошёл наши войска, вышел к местечку Дубовый овраг. Но станция Генгута 21-го числа оставалась ещё за нами. В течение 7 суток наши бойцы отступали к новым рубежам с боями. Новый рубеж был обозначен населёнными пунктами Тунгутова, станция Тунгутова, станция Тумановка и совхоз пригородной хозяйки. На этом новом рубеже совершил свой подвиг боец, дальневосточник, боец 422-й стрелковой дивизии Александр Аликанцев. Может быть, вы слышали о нём? Я сейчас предлагаю посмотреть короткий ге-фильм. Это был 42-й стрелковой дивизии. По счёту старшего сержанта Александра Аликанцева взаимоподвил позицию в районе станции Тунгутова. Советским артиллеристам пришлось отражать танковую войну. В ходе боя из орудийного расчёта 45-ки в живых остался один командир. Аликанцев сам подносил снаряды, наводил и заряжал орудия. Сам себе подорвал команду огонь. Всего было подбито 12 машин, в машине с которыми командир расчёта уничтожил личное. Орудия старшего сержанта Александра Аликанцева. На щите отметены бронебойных пуль и оскорков. У лафета отсутствуют колёса. Их оторвало взрыв. Мужество и выдержка. Стойкость и флот на крыле. Александр Аликанцев уцелел в том бою. Раненый, с пробитой рукой, он вынес на себе ещё и тяжело раненого бойца своего стрелкового расчёта. То есть эта история сделала счастливый конец. По выздоровлению он тоже вернулся в действующую армию, продолжил борьбу. 29 августа, в ходе общего наступления немецких войск, происходил отвод соединений 57-й армии на новые убежицы. Впоследствии бойцы 422-й стрелковой дивизии сражались в городе, участвовали в городских боях. Здесь они сражались бок о бок с другой дальневосточной дивизией, о которой мы сегодня говорили с вами. Это 24-я стрелковая дивизия. В период контрнаступления... Да, здесь в городе они были переданы другой армией, армией Шумилова. В период контрнаступления они вернулись опять в состав 57-й армии и участвовали в ликвидации 6-го армейского корпуса ЛМИН. Они участвовали в окружении 6-й немецкой армии Паумуса. Им в январе, опять-таки, участвовали в освободительных уже боях в городе. В частности, они участвовали в знаменитой операции по освобождению Соленградского вокзала. Наверное, вы слышали об этом, помните. Да, вам об этом рассказывали. Своими действиями дивизия способствовала принению Джимарш-Толк-Паумуса. Это дивизия приказа вставки, тоже от 1 марта 43-го года. Эта дивизия также получила звание Двардейской. Все свои дальнейшие регалии она получит уже в других сражениях. Вот здесь ей дали звание Двардейской. И она была переформирована в 81-ю 3-ю дивизию. Уже мы об этом говорили. 1900 бойцов и офицеров этой дивизии получили ордена и медали за СССР, за участие и за отвагу, проявленную в Сталинградской днике. Вообще, подводя итог этой части нашей лекции, нужно заметить, что из 8 дальневосточных дивизий 4 были удостоены звания Двардейских, что свидетельствует о высокой боеспособности этих подразделений и о мужестве наших с вами отечественников, наших с вами друзей. На этом я предлагаю нашу сегодняшнюю встречу закончить. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Мне было очень приятно встретиться с вами, ребята. Завтра я приглашаю вас в Тиберкянский государственный университет. Как-то у нас едут 10 класс. Да, поедем. Спасибо. Спасибо.